Переходим к рассмотрению вопросов, связанных с организацией торговли. И первое выступление Константину Николаевичу Корищенко предоставляет президент ММВБ. Спасибо. Вообще, это трудная задача выступать перед тем, как выступил глава регулирующего органа. Будем стараться угадывать. Ну, а если говорить серьезно, то я полностью поддержу тот рейс, который сейчас высказал Сергей Антонович насчет того, что надо сделать выводы из кризиса, домашнюю работу. В крайнем случае, подготовить шпаргалки, чтобы уж, как говорится, если придется идти на экзамен, ничего не знаю, что хоть было тут списать. Вот. И поэтому, несколько слов по поводу того, что, мне кажется, является такими достаточно очевидными уроками кризиса, ну, конечно же, для нас, да, а не для кого-то другого. Ну, прежде всего, вот, очень много, очень много уделяется внимания регулированию, ужесточению той или иной форме, но, мне кажется, что как у любого кризиса, собственно, с момента возникновения этого экономического строя капитализма, и гениальных слов Маркса, который сказал, что если будет предложена норма прибыли, там, 300%, то нет такого преступления, на которое не пойдет, скажем так, инвестор. Вот. Вот, на самом деле, действительно, основная причина возникновения рисков системы, ну, и, соответственно, потом реализации этих рисков в виде кризисов, является жадность, является стремление получить очень высокий доход, который, вообще говоря, по мере развития экономики, по мере развития регулирующих органов, фактически становится, или получение такого дохода, становится невозможным, невозможным или трудно реализуемым в рамках цивилизованных рынков, развитых экономик. И, собственно, отсюда возникает та ситуация, что основные наши инвесторы, да, как, когда был сделан анализ, скажем, я не помню, какого-то годового сделан, но я думаю, что мало изменилось с того времени, структуры прямых инвестиций в Российскую Федерацию выяснили, что там самая главная инвестирующая страна это, по-моему, Кипр и Голландия. Там сидят больше всего инвесторов. Ну, вот, на самом деле, если, опять же, говорить серьезно, то понятно, что большинство ищет ту юрисдикцию и ту форму, организацию своих инвестиций, которая позволит, условно говоря, получить высокий доход, но при этом, ну, скажем так, мягко постараться оптимизировать оплату налогов. Вот. И вот корень, с моей точки зрения, проблем возникающих или порождающих риск, как минимум, один из самых существенных, находится там. Не думаю, что эта проблема будет решена в какое-то ближайшее время, несмотря на то, что об этом, насколько я понимаю, были достаточно серьезные обсуждения в встрече двадцатки. По всей видимости, существование такого рода налогов храев еще продлится какое-то время, и, следовательно, я не могу не согласиться с тезисом, что, поскольку не устранена первая причина певисов, надо, в общем-то, ожидать следующее. А вторая основа, вторая причина для такого пессимистического взгляда является тот же тезис, который уже был высказан. К сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, к счастью, для сегодняшнего дня, к сожалению, для какого-то нашего будущего, по крайней мере, в некоторых странах, пожар гасится керосином, и выпуск дополнительного количества денег, будь то есть бюджета, будь то, центральным банком, является фактически уже сегодня основанием сказать, что ликвидность в целом финансовый рынок достаточно велика, и совсем не за горами, когда эта волна ликвидности докадится, в том числе и до нас. Поэтому не только несмотря, а вкупе с другими позитивными факторами, это дает основание мне быть в общем достаточно таким большим оптимистом по поводу перспектив как роста индексов, так и снижения ставок и прочих позитивных вещей, которые мы видели на протяжении последних 5-6 лет. Для рынка организованного это прежде всего ставит вопрос, я не имею в виду кризис, ставит вопрос о том, что механизмы регулирования рисков должны быть ужесточены и сделаны более понятными, прозрачными и, скажем так, надежными. Это в свою очередь ставит очевидный вопрос о том, что же является основой риск-менеджмента, ответ на него собственно был дан. Основой риск-менеджмента является капитал и любые разговоры на тему того, что некоторые участники рынка обладают какими-то суперзнаниями, суперспособностями алгоритмами, технологиями, не знаю, структурами портфелей и так далее, и так далее, что позволит ему извлекать доход, при этом не увеличивая риск. Это, как говорится, мягко говоря, преувеличение. И в этом смысле любое принятие на себя тех или иных позиций, любое увеличение при уровне кредитного крещения выбора должно сопровождаться адекватным капиталом, очевидным, прозрачным, достаточным для того, чтобы покрыть эти риски. Это касается как самих участников рынка, и собственно здесь это скорее уже вопрос не только к самим участникам, но и к регуляторам, каким образом. Этот уровень достаточности капитала будет контролироваться, отслеживаться, поддерживаться. Это относится и к организаторам рынков, биржам, кривинговым организациям, которые должны таким образом устраивать систему риск-менеджмента, чтобы не было ни явного, ни скрытого превышения разумных лимитов кредитного плеча на рынках. Ну и с очевидностью это относится и к самим инструментам, потому что последние несколько лет существовала такая достаточно очевидная эйфория, что найдено достаточно универсальное средство балансирования рынка в виде производных инструментов, что оно позволяет фиджировать риски, позволяет балансировать позиции, но, как показал этот кризис, к сожалению, производные инструменты не только не позволяют балансировать позиции, а только их усугубляют. На самом деле является инструментом не контр-циклическим, а про-циклическим и только лишь позволяет увеличить вот эти настроения при создании пузырей на тех или иных рынках. Поэтому цивилизацию и прогресс остановить нельзя, поэтому, конечно же, за производными инструментами перспектива и будущее, но относиться к ним надо осторожно. И если уж и регулировать риски, то после достаточности капитала вторым объектом для такого жесткого регулирования являются те инструменты, в которых встроены достаточно серьезные кредитные плечи. В отношении самих бирж как организаций, прежде всего, как это всегда бывает в период кризиса, маятник, достигший одной крайней точки, потом начинает резко двигаться в другую крайнюю точку. То есть, если на протяжении последних примерно 10 лет существовала такая идея, парадигма, что биржи должны быть такими же структурами рыночного толка, как и прочие компании, и их целью должно быть повышение капитализации, показ достижения финансовых результатов и прочее, 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 то сейчас начинает продвигаться другая идея, что нет, биржа это на самом деле совершенно другая структура, это то, что по-английски называется public good, то есть это общенациональное достояние, публичное достояние должно принадлежать или быть под контролем всех, и в общем-то ни в коем случае нельзя ставить цель прибыльности и прочее, прочее, прочее. Ну, как обычно бывает в такого рода дискуссиях, истина, конечно, где-то посредине, и, собственно, проблема совмещения интересов акционеров и пользователей, она на самом деле просто может быть на примере биржи проявляется наиболее ярко. Хотя, скажем, если мы возьмем, не знаю, любую другую сферу, такую, как производство лекарств или автомобилей или продажи бигмаков, некое противоречие между интересами акционера и интересами пользователя, оно тоже будет наблюдаться, может быть, будет не столь очевидным. Поэтому я думаю, что это вообще проблема, на самом деле, акционерной формы функционирования экономических субъектов, которая, кстати, вот в этом кризисе очень ярко проявилась, что многие, которые называли себя высоким словом акционеры, на самом деле таковыми не являлись по той простой причине, что их задача заключалась только в извлечении какой-то там более или менее краткосрочной среднесрочной прибыли, а реального участия в бизнесе компании при принятии решений не принимали. Поэтому, в общем-то, я думаю, что эта проблема есть, и в отношении бирж действительно, как совместить заинтересованность акционеров в повышении капитализации, заинтересованность пользователей в снижении, соответственно, тарифов и де-факто в снижении капитализации, это вопрос, который, видимо, будет разрешен и в практике, и в законодательной деятельности. Ну и, наконец, в завершении своего краткого выступления я хотел сказать о том, что мы, как группа компании, стараемся соответствовать времени, практически финансовые результаты за период кризиса у нас не пострадали, они стали такими же, как были в 2007 году, я имею в виду, в 2008 год, а против наших планов 2008 года мы потеряли там где-то 5-7-10 процентов по тем или иным показателям, что, в общем-то, вполне объяснимо. Вот сейчас, за последний квартал, за первый квартал, точнее, этого года, мы вышли практически на рисунки, которые у нас были в докризисный период, поэтому, с точки зрения функционирования МВБ, как группы компаний, я считаю, что мы, в общем-то, не находимся в никакой форме в кризисном состоянии. И поэтому мы, в общем-то, стараемся максимально соответствовать времени, подготовили целый ряд проектов, которые в ближайшее время будут запущены. Это и новый рынок евро-доллара, и это переход к клинику внебиржевых сделок, который поможет решить те проблемы, связанные с рефинансированием и использованием корпоративных еврооблигаций. Это и новая система управления исками на срочном рынке. Ну и, наконец, проект по внедрению центрального контрагента, к которому мы относимся крайне осторожно, поскольку, мне кажется, что все прелести, все преимущества подобного рода подхода, при всей их очевидности, имеют очень большое количество скрытых проблем. И, на самом деле, прежде всего, если осуществляется переход к центральному контрагенту, то здесь надо понимать, что для участников рынка это означает, что для них и перед ними ставится вопрос о их капитализации. То есть, если мы берем систему, в которой существует гарантированное исполнение сделок через депонирование, и там можно смотреть сквозь пальцы на капитализацию участников, то как только происходит система частичного депонирования, особенно с принятием рисков на центрального контрагента, то тут сразу же, что называется, карта на стол, какие капитальные возможности есть у участника, откуда отсюда лимит, отсюда и возможность проводить операции. Поэтому я думаю, что такой переход должен, конечно же, производиться, поскольку это веление времени, но должен происходить достаточно осторожно, с учетом всех реалий. На этом я закончу свое короткое выступление. Спасибо за внимание. Спасибо, Константин Николаевич. Константин Николаевич. Константин Николаевич. Константин Николаевич. Константин Николаевич. Константин Николаевич. Константин Николаевич.